Ну что дорогие друзья, наступает решающий 14-дневный срок, поскольку битва за XRP близится к завершению. Также мы поговорим о том, что XRP был одобрен ВАРА, финансовым управлением Дубая. И кроме того, стало известно, что американский конгрессмен представляет законопроект, который позволяет платить федеральный подоходный налог криптовалютой. Ну и Emerge, один из институциональных управляющих, заявил о XRP нечто довольно-таки интересное. Сегодня мы также обсудим это. Что касается, значит, рынка криптовалют, то за последнее время мы видим, что рынок криптовалют, на мое удивление, восстановился. То есть биткоин вернулся выше 60 тысяч долларов. Сделал он действительно это очень резко. Лично я не ожидал, но если кто-то скажет, что ты что, типа там в шорт заходил, нет, на самом деле я с фьючерсами, с плечами не имею никаких отношений, никаких дел. Просто я ожидал рынка дальнейшего снижения, чтобы возможно задуматься над тем, чтобы усреднить позицию по XRP. Но так как рынок пока что взял реванш и идет на какое-никакое восстановление, я этого делать не буду. Если мы говорим про ситуацию на рынке сейчас, какая атмосфера, сейчас атмосфера нейтральная, то есть так как рынок восстановился, люди больше сейчас подвержены эйфории, нежели страху. Поскольку еще вчера, позавчера, когда рынок падал, действительно на рынке был страх. Многие ожидали отметок биткоина куда ниже, нежели 59 тысяч долларов. Если мы говорим про XRP, то по XRP мы строго торгуемся над трендовой линией, локальной трендовой линией. И соответственно пока мы за нее вниз не вышли, выходили ложно, я считаю, что здесь так или иначе заинтересованы есть покупатель и цену намеренно не пускают вниз. Здесь мы видим, что так или иначе Ripple XRP он демонстрирует силу на волатильном рынке. А это не может не радовать, то есть когда ты ожидаешь инструмент потенциально ниже, а он туда не идет, это говорит о том, что здесь происходит набор позиций. И соответственно это все будет по схеме, которая здесь показана на графике. То есть здесь мы видели падение отскок вверх, падение отскок вверх и сейчас мы находимся в падении, скоро будет отскок вверх. Когда? Я думаю, что скорее всего это будет на годовщину пампа, поскольку памп XRP, который был в июле прошлого года, практически год назад, он довел XRP одной свечой до доходности почти 100%. Поэтому я считаю, что история вполне себе может повториться, поскольку мы видим, что здесь уже наступает решающий 14-дневный срок, поскольку битва за XRP накаляется. SEC и Ripple получили срок до 8 июля, чтобы представить суду свои обновленные ходатайства о спорном обещатывании частей и их записок по иску XRP. И эксперты в области право говорят, что SEC теперь не меньше заинтересована в скорейшем завершении дела, которое все больше оборачивается против SEC. Победа Ripple подтолкнет XRP к новым высотам. Если мы говорим вот о какой-то конспирологии и ровно год назад якобы цена XRP должна взлететь, то смотрите, она взлетела в прошлом году 13 июля. Что мы видим по датам? То, что здесь SEC и Ripple получили срок до 8 июля. А что будет 8 июля? Они предоставят суду свои обновленные ходатайства. И спустя некоторое время суд решит. Соответственно, я считаю, что памп XRP может быть опять-таки 13 июля. То есть потребуется где-то там неделя, возможно больше, чтобы суду вынести какое-то решение. Если оно будет позитивным, то мы увидим такой же рост, как и был в принципе в 2023 году. И даже больше. Все зависит от того, что скажет суд. Поэтому я считаю, что вот купить XRP до 8 июля, ну это имеет место быть, чтобы рискнуть. Потому что я считаю, что сейчас, то есть так как XRP не пускает намного ниже, я считаю, что здесь есть заинтересованный крупняк. И я думаю, что он заинтересован также в пампе, который в принципе должен быть. Что также нужно отметить, что XRP был одобрен в июле финансовым управлением Дубая. XRP содержит нефтемные деньги. Ну, то есть на самом деле, как мы видим здесь на Ripple Swell присутствовал шейк. Но, тем не менее, в принципе, пока что нету юзкейсов. Есть только какое-то одобрение. Если мы будем видеть реальное применение криптовалюты XRP, то тогда уже это будет действительно новость. Что также нужно отметить, что конгрессмен США Мэн Гитц выставляет законопроект, позволяющий платить федеральным подоходным налогом биткоинами. И скоро мы сможем платить за всю криптовалюту и в частности XRP. И если мы говорим про Emerge, то вот они заявили, что они поддерживают Ripple за его преобразующий потенциал в сфере трансграничных платежей, делая глобальные транзакции более быстрыми, эффективными и экономически выгодными. Соответственно, это, скажем так, не пустые слова, поскольку это новаторские управляющие институциональными активами, специализирующиеся исключительно на технологии блокчейн. И, соответственно, у них здесь также есть портфолио. Также они вступили сюда в 2012 году и они находятся в Дубае. Соответственно, это, я считаю, что довольно-таки круто, то, что они о таком заявляют. И инновационные реестры Ripple XRP позволяют осуществлять рассчеты и ликвидность в режиме реального времени по требованию, сокращая время и затраты, связанные с традиционными банковскими методами. Также они заявили, что сотрудничая с финансовыми учреждениями по всему миру, Ripple оптимизирует процесс международных платежей, обеспечивая беспрепятственный обмен валют и повышая прозрачность. Также они верят в концепцию Ripple по созданию ценного интернета, о котором деньги движутся так же легко, как сегодня информация, заявили они. Но это довольно-таки хорошее заявление и далеко не от пустых людей, скажем так. Что также нужно отметить, что Дэвид Шварц заявил следующее, то, что если стоимость платежей снизится до нуля, то мир изменится, потому что XRP сделает для банка совое дело то же, что электронная почта сделала для общения, заявил он. То есть, определенно он намекает на прорыв, если это будет. Ну и стоит отметить, что вице-президент Ripple нарушает молчание по поводу роста XRP Ledger в Корее, и здесь волнение по поводу динамики XRP Ledger в Корее вполне обосновано. Здесь также говорится, что XRP Ledger переживает значительный рост в Корее, и это событие привлекло внимание рынка. В связи с этим вице-президент Ripple по корпоративной стратегии операциям Эми Йошикава выразила энтузиазм по поводу растущей динамики XRP Ledger в Южной Корее. Этот всплеск интереса особенно примечательен, поскольку все больше предприятий выходит в пространство цифровых активов в поисках надежных платформ кооперативного уровня для поддержки своих инициатив. Ну и в самой последней разработке хранения Infinity Block теперь поддерживает XRP L, запустив службу хранения XRP Ledger. Ну и так или иначе мы видим уже сообщения со стороны Кореи. Естественно, речь идет о Южной Корее, не о Северной Корее. Глупо понимать то, что некоторые люди думают, что это Северная Корея. Нет, речь идет о Южной Корее. О Южной Корее именно та, которая не закрыта, которая приветствует технологии. Да, Северная Корея это наоборот, все наоборот. То есть это та часть Кореи, которая стремится не к технологиям, ну разве что только это не оружие, а к милитаризации полностью. Поэтому здесь речь идет о Южной Корее. Также Infinity Block планет предоставляет консультации по вопросам соблюдения нормативных требований, ключевых инициатив, XRP L и разработчиков экосистем. И, соответственно, здесь речь идет о том, что это открывает возможности для пользователей XRP L в Южной Корее. Поэтому, подводя итоги, что мы можем сказать? То, что на самом деле сейчас рынок криптовалют переживает хоть и не самые яркие времена, но мы видим, что Bitcoin все еще торгуется высоко. То есть те коррекции, которые были, например, в прошлом цикле или позапрошлом, в 2017 году, когда Bitcoin спокойно себе падал на 40%, 50% даже, в рамках бычьего движения мы сейчас таких коррекций не видим. И если мы сходим из этого, то, по идее, Bitcoin с 70 тысяч долларов должен был сходить на 35. Пока мы этого не видим, для многих, конечно же, было бы хорошо услышать, чтобы мы этого не увидели. Но я считаю, что здесь отчасти была какая-то разгрузка, потому что действительно мы с февраля месяца, практически сезон, полностью весной мы стояли. Мы здесь имели, возможно, разгрузку крупного игрока, который разгружал свои позиции, которые были набраны, естественно, по низкой цене. Естественно, это была цена и 16, 17, 20 тысяч долларов. И сейчас, конечно, логично сделать коррекцию вниз. Будет ли эта коррекция? Большой вопрос. Так или иначе, можно это связать с геополитической напряженностью, можно это связать с выборами в США, которые будут осенью. Но я считаю, что наоборот, рынок должен осенью-зимой восстановиться, в то время как сейчас ему нужен отдых и зачастую летом волатильность максимально низкая. Но будем смотреть, так или иначе, по поводу XRP здесь понятное дело, что до середины июля здесь, возможно, уже картина, скорее всего, изменится. И мы здесь будем видеть нечто, что-то новое. Но все, опять-таки, зависит от судебного решения. И, конечно же, дата 8 июля является ключевой. Но я считаю, что судебное решение, оно будет, естественно, вынесено позже, 8 июля. И определенно это так. Хотя вот здесь, в Final Settlement, написано, что это July 24. То есть здесь почему-то указана дата 24 июля. Но, так или иначе, это, в принципе, возможно, только мнение или только предположение, когда уже будет финал. Все зависит будет от судьи, что она вынесет. Ну, а с вами был Криптофей, всем пока и до новых встреч.